привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю баранью ножку косточку я уже вырезал барашек был это даже был не барашек это был большой старый баранище эх ты старый ты баран вот именно такой старый баран мне попался но это я сделал сознательно потому что у большого барана много мяса баран не барашек а баран весил 40 килограмм даже седло даже филе было достаточно жесткая для тех способов какими я обычно это все готовлю и сегодня я хочу запечь баранью ногу от старого барана по очень простому рецепту для этого рецепта я буду использовать руки у меня уже в барашке но только-только я хотел помыть руки от сока из мяска но решил конечно как всегда его понюхать потому что естественно 40 килограммовый старый баран будет или должен пахнуть старым вонючим бараном но мяско пахнет именно мясом хорошим свежим мясом аромат очень нежный нейтральный прекраснейший обалденнейший аромат сейчас я вытру ручки для того чтобы придать мясу баранье ноге очень хороший и нежный аромат я буду использовать черный перец и кориандр мята розмарин и кусочки острого перца чили а также рубленый чеснок чтобы мяско барашка было очень нежным и сочным я буду использовать свиную сетку можно использовать кусочки сала и нашпиховать ими всю баранью ногу можно использовать курдючный жир но в этот раз я буду использовать именно сетку сетку я заверну и вручь мяска и снаружи она будет передавать свой сок и жир мясу мяско будет пропитываться станет очень нежным сочным и предохранит еще всю баранью ногу от излишнего высыхания мятой пахнет как будто бы я оказался на полянке где растет мясо неплохо бы как будто бы я оказался на полянке где растет мясо представьте как бы это было хорошо вот такие мелкие фракции получились сейчас я все пряности смешиваю предварительно когда я удалял ногу из барана предварительно когда я вырезал косточку из ноги барана конечно же я еще снял все пленки какие можно было снять они были очень толстыми чтобы мяско осталось чистое вот такое без пленок вот эти самые тонкие пленочки я оставил они нам абсолютно не мешают теперь я хорошенечко смазываю мяско обычным растительным маслом масло будет помогать передавать аромат от пряностей к мясу а также сделает мяско мягче массажик массажик рельсы рельсы шпалы шпалы массажик баран любит когда ему делают массаж я всегда использую приговорку или присказку благодаря этому у меня все получается очень вкусно и сейчас я поделюсь этой волшебной присказкой с вами она значит так когда мы что-то делаем для того чтобы наши мысли были заняты только тем что мы делаем и все получилось очень вкусным нужно все время приговаривать это волшебные слова что понравилось моим друзьям когда это делаю втираем все пряности в мяско я все время приговариваю что понравилось моим друзьям что понравилось моим друзьям мясо имеет богатый вкус поэтому соли много не нужно и и даже нужно положить меньше чем этого требует сам продукт на сетку я посыпаю мелко рубленый чеснок сетка достаточно большая и прекрасно растягивается у нее нейтральный аромат хороший мягкий вкус вот так теперь сюда прячу нового так как она должна была быть наружной частью мяска кладу на сетку примерно так вот опять посыпаю все чесночком чеснок и барашек это самое лучшее сочетание это устойчивое сочетание вкуса лучшего сочетания чем чеснок мята и розмарин для мяса барана еще не придумали а теперь сверху на мяско я кладу вот такие маленькие кусочки сетки чтобы и внутри эта сетка хорошенечко пропитывала мяско и начинаю скручивать саму сетку барашка как будто был рулет вот видите она очень тонкая и рвется поэтому сетки у меня достаточно бога я буду заворачивать не в один слой ой какая красота посмотрите посмотрите уже сырым можно кушать только немножко жестковато еще баранью ножку я ставлю в духовку духовку и разогрел до 140 градусов и она будет греться там часика два с половиной три я знаю для баранины это не слишком хорошее время но из-за того что баран уже достаточно старый и мясо жесткое я думаю это время будет оправдано посмотрим что из этого получится да верная вкуснятина как пахнет как хорошо слышно розмарин ооо виноградная чача очень мощный сильный аромат винограда так мягко ощущается во рту как будто бы это сахарный сироп очень сильная сладость именно мощный вкус винограда заходит очень мягко мягко такая как будто бы что-то класс друзья баранина была в духовке при температуре 140 градусов два часа и 20 минут за это время вся сеточка прекрасно вот так высушилась и стала коричневая температура внутри кусочка мяса самом толстом его месте составляла 66 градусов естественно для баранины это слишком долго и слишком много но как я вам уже рассказывал и вы об этом узнаете конце видео баран был очень старый поэтому мясо у него достаточно крепкая я не знаю смог ли я размягчить этот кусок мяса но сейчас будем пробовать на срезе еще видно вот такая розовинка внутри такие прожилочки желе да это оно вкуснятина именно хороший вкус баранины ничего лишнего все те пряности какие я добавил они просто подчеркнули именно достали из глубины самого мяса весь этот вкус и аромат хорошего бараньего куска мяса задней ноги мне очень понравилось как я приготовил баранью ножку друзья я думаю вам тоже понравился этот способ приготовления ставьте вот такие огромнейшие лайки пишите комментарии как получилось приготовить баранью ногу у вас подписывайтесь на мой канал ссылочка для подписки вот здесь внизу а вот здесь рядышком есть колокольчик нажимаете на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место